История села Ижевское насчитывает не одно столетие. Конечно, таких мест разбросано по Рязанской области немало, но попадая на улицы этого села, действительно ощущаешь себя в прошлом, а именно где-то в 19 веке. Ведь здесь сохранилось множество домов того времени, которые некогда принадлежали крестьянам. А теперь всем своим обликам не дают забыть о славной и необычной истории этих мест. О ней нам рассказал местный краевед Андрей Меркунов. И хотя родом он не отсюда, кажется, знает об этом селе абсолютно все. Именно он рассказал о том, что за 30 лет до отмены крепостного права крестьяне села Ижевское выкупили свою свободу у барина Николая Демидова. По договору выкупа общая сумма составила 3,4 миллиона рублей. Для сравнения. Через 30 лет Россия продала Аляску за 11 миллионов рублей. Где Аляска, где Ижевская. И дальше уже переводим данную сумму в современные деньги. Есть несколько калькуляторов перевода денег тех времен. Я один из них проверил и использую. Соответственно, так как рубль того периода стоила 8 тысяч рублей на наши, сумма 3,4 миллиона, переконвертируется в приблизительно 24 с копейками миллиарда рублей. Вот тут и начинают рушиться все наши представления о бедных, голодных и нищих крестьянах. Действительно, если бы все было так, откуда бы они взяли деньги на выкуп? Чтобы понять, насколько богаты были местные крестьяне, достаточно сказать, что на отхожем бандарном промысле в день они зарабатывали от 3 до 4 рублей. В пересчете на современные деньги это порядка 15-20 тысяч. Вот и получается, что крестьяне села Ижевская были людьми довольно состоятельными. И причуды у них были почти как у богатых. Но, например, они пытались друг друга перещеголять во всем. Доказательством этого служит история строительства дома, в котором сегодня, кстати, и проживает Андрей Меркунов. Перед строительством этого дома, когда он затеялся строительство этого дома, он в качестве проектировщика, скажем так, выписал главного архитектора Рязанской губернии. Примерно такие же удивительные истории связаны практически с каждым домом этого села. Ну и, конечно же, не обошлось здесь без легенд. Так, согласно одной из них, однажды вследствие сильного половодия полностью под воду Ижевского озера ушла кузня. А в 45-м году сюда же упал бомбардировщик. И когда водолазы начали обследовать дно озера, чтобы поднять оттуда обломки самолета, произошла весьма необычная история. Один водолаз долго не вылазил. Не вылазит, не вылазит. Его начали тянуть за трос. За трос его вытянули, достают, а он весь бледный, трясется. И, говорит, даже посидел, что такое? А он говорит, я видел кузницу. Какую кузницу? Вот там, под водой кузница. В ней мужик по поясу стоит в воде и кует. А глаза огнем горят. И с тех пор говорят, что у нас здесь в лунную ночь можно услышать, как из-под воды. Это всего лишь одна из многих легенд села Ижевское. Наверняка стены древних домов и храмов могут рассказать много интересных и необычных историй, которые, несомненно, заинтересуют каждого.